В этом видео я вам расскажу одну историю, которая со мной случилась во время копчения Значит, я приготовил продукцию мясную, завялил ее, немножко просушил, но решил закоптить ее Я сам изготавливаю мясные изделия, хобби мое, ну и дымогенераторы тоже мое хобби, я изготавливаю дымогенераторы Ну и в свое время я соорудил коптильню такую, мне попался холодильник, вы знаете, в пивбарах их используют Такой холодильник для пивных кек, пивные кеки охлаждают Я посмотрел, вроде бы подходящее, смогу соорудить из нее коптильню Сделал коптильню, подвесил там специальное место для крючков, куда продукцию вешать Ну и у меня был один генератор экспериментальный Думаю, да, я его проэкспериментирую Ну почему, да, я решил его экспериментировать с мясом, с продукцией Ну засыпал я продукцию в этот генератор деревянный Стружку деревянную, забываю русский язык Чипсы у нас здесь называются Засыпал, поджег У меня какие-то дела были в этом доме, где я делал все это Бетонная площадка была, на которой я расположился Ну, пожаробезопасная Я ушел, мне что-то надо было делать Подвальное помещение спустился Ну а там окон нет, мне ничего не видно И проходит время, я что-то Мне надо было наверх подняться Я и забыл, что я включил коптильню Наверх поднимаюсь Оба-нааа, смотрю возле дома Штык пять пожарных машин Куча пожарников Полицейские приехали Я не понял, думаю, что такое Ну я же не говорю по-английски Сначала не пойму я, что к чему Потом зять дома был, дочка была Они начали объяснять там при пожарных машинах Вот это мое сооружение Из холодильника в коптильню Я забыл крышку, не забыл, наверное, экспериментировал Крышку дымогенератора не закрыл Оно у меня сначала тлело, а потом воспламенилось Когда крышки нету на дымогенераторе Оно воспламеняется со временем Ну и мы жили у дороги, там много машин проезжало Ну и видать дым начал там коптить Вот это мое мясо, которое там, мясные продукты, которые я захотел закоптить Они начали там тлеть, коптиться Куча дыма была И мимо проезжало двое парней На машине Они, оказывается, остановились Увидели дым, остановились Абсолютно посторонние люди, я их не знаю Выбежали с машины, а там, ну как бы, видели Заборов нету, да, здесь как бы Это у нас там были Где мы родились, жили Заборы отгораживались У кого выше забор, тот круче Ну, собаки, камеры и т.д. Ну, вот здесь всего это нету Камеры, наверное, есть Может, не у всех Ну, и они забежали во двор А там специально кран есть для летнего времени Огород поливать, во дворе поливать Ну, шланги, естественно Ну, они включили это, воду там Залили это все Ну, и по ходу пожарную машину вызвали 9-1-1, по-моему, набираешь Приехали пожарники А в то время, помимо того, что этих хобби было Я еще в огороде увлекался Сажали мы на помидоры Огурцы, ягоды Сооружали специально для помидоров Ну, там же надо какие-то Как для виноградника создают Не помню, как называется И пожарники посмотрели на все это Ну, я думаю, сейчас нам выкатят счет какой-нибудь Финансовый Они говорят, ничего не надо И на огород посмотрели Ну, как американцы, культурные люди Говорят, у вас очень красивый огород Ну, спасибо, спасибо Ну, уехали Вот такая вот история была Поэтому Это огонь, это дым Надо всегда быть аккуратным Осторожно подходить к этому Если выбираете место для коптильни Вы должны выбрать Надежное место Вы же все прекрасно знаете, что здесь Почти 100% домов Деревянные в Америке Ну, я думаю, и в России, и в других странах Тоже много сараев Всяких курятников Поэтому Надо это дело осторожно делать Будьте осторожны Пока Желаю удачи всем Субтитры сделал DimaTorzok